вечер добрый воскресный день у нас с вами дорогие христос воскресе ну сегодня скажем так немножко необычный для меня по крайней мере будет эфир сейчас с вашего позволения добрый вечер с вашего позволения сейчас немножечко тут поделюсь ссылочками чтобы могли больше увидеть так ну в принципе можно сказать все здравствуйте батюшка здравствуйте ну давайте начнем и дорогие мы с вами сейчас в прямом эфире духовного международного проекта батюшка алла батюшка любовь говорим мы о любви о господи в господи и чистой нравственной духовной любви друг другу у нас с вами завершилась неделя о женах мироносец несмотря на то что она завершилась мы все равно дорожим нашими дорогими женами мироносецами нашими дорогими супругами мамочками сестрами во христе и искренне хотим чтобы их память и наша любовь и забота к ним не заканчивалась ни в прошедшую неделю никогда потому что они главные наши помощницы какая неделя у нас начинается неделя начинается у нас о расслабленном ну в некоторых интерпретация расслабленный это парализованный можно так сказать и что почему мы о расслабленном вспоминаем потому что мы сегодня на службе читали на евангелие от иоанна 14 зачало где мы вспоминаем как господь ну сразу скажу это это евангелие читается также на молебне вода святом когда мы освещаем воду и и когда ну вот сегодня в частности значит господь приходит на мытницу это такое место где люди собирались ну как мытница понятно что такое в принципе мытница по еврейски как мы в священном писании и евангелии читаем по еврейски называлась вивезда пять притвор имущих где множество собралось хромых слепых глухих ну зачем они там собрались то есть была такая причина причина такова что в купель куда люди хотели все попасть не существующие больные в нее раз в году входил ангел и возмущал воду и кто уже было так замечено и кто входил первый после возмущения этой воды здрав бы ваша то есть исцелялся всецело чем он был болен и у этой мытницы был человек больной господь подошел к нему и давайте немножко более доходчиво буду сразу объяснять и рассказывать он к нему подходит и говорит а почему ты не влазишь вот а я не могу пока упрошу кого-нибудь то уже и вперед меня кто-то зашел в воду ну давайте проведем параллель разве сегодня если бы была бы такая ситуация не все бы хотели вперед друг друга бежать чтобы исцелиться от своих недугов но господь ему говорит встань возьми одер и ходи во-первых шок что он исцеляется он не может ходить то есть господь подает ему такую радость и он берет свой одер и идет и тут его встречает фарисеи и говорит а что ты делаешь говорит вот я выздоровел разве ты не знаешь что сегодня суббота и субботу нельзя сносить свой одер говорит ну мне вот кто исцелил меня разрешил взять свой одер то есть давайте не зря господь говорит что важно не не человек для суббота а суббота для человека за что и часто христа обличали что он в субботу нарушал исцеляя людей давая ему радость на обличение страданий своих вот но кто он не мог указать то есть этот больной человек и встречаются они в церкви то есть мы в священном писании читаю такое слово церковь то есть уже в то время ну как бы синагоги были на священном писании мы слышим в церкви вот встречаются и господь ему говорит ну радуйся что ты исцелен но более не греши то есть как мы с вами еще раз повторимся основным критерием чтобы человек не болел это не грешить максимально сколько это возможно но если мы оступились надо осознать как святая церковь первая ступень к исцелению души это осознание потом покаяться искренне не повторяя грех и тогда ты получаешь исцеление то есть пока в тебе есть корень этого греха он будет тебя тяготить вот то есть вот неделя расслаблена ну а теперь вот такой интересность который в священном писании мы не прочитаем но она на самом деле есть я сейчас секундочку посмотрю тут так все хорошо благодарю что подождали вот значит такое событие которое нам рассказывает церковное предание значит когда к лоту после Авраама пришла троица вы помните Содом и Гоморру за порог греха блудного Господь уничтожил эти два огромных города и лоту говорит иди со своей семьей в горы и не оглядывайся но супруга его соблазнилась за материальным скажем так материально обладала ею а не призыв троицы святой и она оглянулась и превратилась в соляной столб в свою же очередь все таки лот со своими дочерьми убежит в горы и происходит конечно определенно мерзкое грехопадение но и достойный плод покаяния потом будет поскольку лот был опьянен дочерьми они вступили близость с ним что конечно недопустимо ну и страха того что они боялись что весь род закончится будучи пока лот выпивший и опьянен вы помните что господь когда произошло все произошел всемирный потоп он дал раду как такое обещание что больше от такого не погибнет весь мир и вполне могли предположить дочери что вот это вот следующее наказание весь мир так вот ну современным языком выражаясь от такого астродного метеоритного дождя погибли вот они только остались живы и дабы продолжить род вот согрешили в этом но когда лот узнал что не весь мир погиб а только от мерзкого греха эти два города Содом и Гоморра он обратился к Араму и говорит как же мне теперь искупить свой грех Араму дал ему несколько семян то есть трех деревьев и сказал вот теперь говорит в пустыне взращивай их и когда вырастет древо значит Господь тебя простил что интересно во первых это огромный подвиг нужно было ходить приносить воду это очень далекое расстояние было и это изнурительно но нужно всегда понимать что должно принести плод достойный покаяния и вот выросло три дерева которые между собой пересеклись и образовали такой единый ствол который по сути практически ни к чему не был пригоден и вот однажды ну в разных источниках по разному в одном источнике описывается что этот ствол был использован для моста под которым должна пройти была царица савская не смогла переступить этот мост пройти по нему то есть дошла до этого ствола и не могла перейти его и приказала разобрать этот мост ну и по разным источникам или спалить его или же использовать в каких-то других строительных работах вот вот этот ствол который был срочен лотом был как итоги мы и читаем священную этого прочитать мы не можем но по преданию он был погружен вот в эту купельку да сходил ангел но что еще больше интересно этот ствол как бы пересечения вот у нас четыре пересечения да два пересечения горизонтальной вертикали вот вот это вот пересечение было и использовано для креста чтобы сбить крест получился вот именно из древа лота и что получается то есть ангел сходил в благоговение с одной стороны к этому древу как плоду покаяния а в другую с другой стороны также в духовном плане как будущему древу искупительному грехов рода человеческого на которые господь распростерт свои руцы каждому человеку то есть я когда прочел услышал это для меня было это очень интересно необычно с одной стороны очень шокирует такая информация с другой стороны сразу все становится ясным почему ангел сходил на эту купель почему именно это место потому что сугубо проявляет проявлял благоговением в том числе к будущим страданиям Христа за род человеческий вот и вот мы вспоминаем сегодня неделю о расслабленном как господь его исцеляет показывая свою милость любовь к своему творению это вот относительно наступившей недели а еще я сейчас секундочку сыночек ты здесь хотел я сегодня познакомить вас своим сыном я сейчас смотрю так у нас есть тенденция некоторые батюшки делают эфир со своими детками моему сыну вчера младшему исполнилось 11 лет Никите и сегодня приехав домой вчера у меня не получилось он попросил сходить в кинотеатр вроде бы ну как-то немножко смутило пойти в кинотеатр но когда он сказал на что хочет пойти я не отказал я вместе с ним только что недавно пришел с кинотеатра сейчас в кинотеатрах идет фильм танки мы должны своих детей почему я принял решение пойти с ним мы своих детей должны воспитывать в законе божьем в любви к богу и в патриотизме в любви своей стране государству потому что каждый мальчик потенциальный воин воин христов воин и защитник нашего государства мы пошли на этот фильм фильм замечательный интересный патриотичный патриотичный и ты очень рад что это твоя история история непростая история которая учит учит уважать ее сохранять ее и умножать поэтому и пошел я со своим сыном на этот фильм у кого будет возможность особенно у кого есть дети мальчишки я вам рекомендую сходите и посмотрите этот фильм чтобы дети не только видели в компьютерных играх какие-то танки а видели как наша история создавалась и каким трудом добывалась победа в великой отечественной войне хотя этот фильм он немножко пред скажем так событием великой отечественной войны ну а если взять в духовном плане вот этого фильма мы видим Жукова Жуков достаточно был верующий человек мне очень понравился хороший патриотический фильм я не пожалел что сходил и выполнял просьбу сила ну значит об этом сказал об этом сказал давайте мои дорогие теперь у меня компьютер потух секунду давайте наверное теперь мы отвечаем на ваши вопросы значит давайте пишите свои вопросы я пока пролистаю что тут у нас писали уже так здравствуйте здравствуйте добрый вечер добрый вечер батюшка помолитесь пожалуйста знамопристально Александра царство небесно вечный покой знамопристально Александру подкрепи вас господи так мир вам с миром принимаем благословите бог благословит так спасибо вас господи наверное за мамочку как уговорила к исповеди и к причастию а мы повезу в храм я очень рад что у вас получилось причастить мамочку так оказывается иногда кушать воистину воскресенье воистину господи спасибо сходим да стоит сходить но давайте мои дорогие немножко поотвечая на вопросы на ваши пишите ну может быть вы пока пишите я тогда тут прочитаю какие вопросы мне писали на этой неделе сейчас мои дорогие пишите пожалуйста свои вопросы я тут открою какие мне здесь задавали и для общего интереса так вот тут мне так вот пишите свои пока я прочитаю какие мне задавали на этой неделе батюшка нашел крестик крестик мне нравится не знаю чей у меня свой уже старенький можно ли этот крестик осветить и носить и что делать со со своим который нынешний отвечаю крестик в принципе этот можно осветить тем более если не знаешь хозяина и можно носить но если твой основной крестик нормальный лучше его носить мы носим крест не ради красоты а ради проявления любви к Богу к его страданиям ради нас и пометования о его любви к нам и как видимое знамение которое ограждает нас силу животворящих креста от врага видимых и невидимых вот для чего мы носим крест и также крест нам напоминает о том как господь страдал за нас искупляя наши грехи своей святочной кровью и мы должны меньше скажем так оступаться в них чтобы его опять-таки не распинать своими грехами и поступками так давайте так скажите свое мнение о расколе 1700 года когда были гонения староверов секунду староверов так случилось но скажем так тут разные разные исторические данные разные есть мнения местами конечно к сожалению были вот эти выпады скажем так гонения но это человеческий фактор опять-таки в большей степени вот никоновские скажем так реформы они были признаны к общему единению соборной святой церкви но многие по человеческому фактору не духовно не имея скажем так твердого слова современным языком выражаясь дипломатического языка пытались просто людей сломить ну а как мы знаем не вольник не богомолик поэтому некоторые отпечатки черные в истории конечно оставляют желать лучшего но в большинстве своем вся Русь приняла единобразие по греческому типу раньше вы помните крестились двуперстием сегодня мы триперстия а вообще давайте и скажем потому что многие кто будет смотреть этот эфир может быть записи я так скажу что и этого не знают поэтому давайте для общего развития вот это три пальчика мы складываем в знак троицы отец сын и дух святой вот эти два пальчика мы прижимаем к ладошке это две природы христа божественная и человеческая крестимся мы не в свою гордыню не я сам себя огражу и защищу а в знак благовения пред Господом во имя Отца войди Господи в мой разум и очисти от всяких скверных и сына то есть на тело на чрево свое мы кладем в триперстия то есть от живота то есть жизни и святого духа то есть второй момент телесный пошел Господь в очеловечесе и духа святого справа налево православные крестятся католики слева направо потому что многие даже новоначальные такие православные они крестятся по фильмам насмотревшись как католики крестятся мы крестимся во имя Отца и Сына и святого Благодуха аминь знак любви и благония поклон Господу вот ну давайте вот уже кое-что написали ответим так я ругаюсь мамой когда мама начинает говорить о смерти о которой мы который мы большой крест нашли можно ли его оставить себе или в храм отдать надо ну я думаю тут надо визуально его увидеть а лучше отнести в храм и посоветиться со священником если это скажем так какой-то старинный крест который может быть когда-то был в храме то лучше конечно его вернуть в храм потому что многие могут и приложиться к нему благовейным а ругаться с мамой не нужно маму нашу любить и уважать и беречь батюшка благословите всех благ спаси господи олечка бог благословит благодарю я русская православная а как русская православная церковь относится к киберспорту и биткоину никак не относится а если вы хотите мое частное мнение услышать по этим вопросам то понимаете что такое киберспорт это в какой-то мере игромания где в большей степени это убивалки это какие-то рпг скажем так где всякие магизмы используются и тому подобное плюс определенный адреналин далеко не спортивный биткоину ну валюта электронная ну ну есть она и есть как бы никак не относится если кому-то это интересно он этим интересуется и занимается а церковь никак интерес церкви служить богу и помочь людям прийти к богу но самое главное мы с вами упускаем очень важный момент когда мы говорим отношения церкви мы забываем что мы с вами тоже церковь церковь что это архитектура церковь кто это мы с вами если в совокупе мы с вами и священном начале к киберспорту как развлечению к примеру гордыни и тому подобное относимся к определенному греху то и наше с вами отношение любого православного христианина в совокупе такое же если биткоин это ну электронная какая-то валюта если надо ей расплатиться будем расплачивать если она нам не нужна мы не будем ее пользоваться допустим сегодня же мы онлайн баком пользоваться переводим с карточки на карточку ну какая разница поэтому церковь не занимается кедровым спортом не занимается биткоином но она предостережает что это может быть для духовной жизни опасно все как апостол пага все нам дозволено что нам не обладать бачка если можно помолите помяните меня в молитвах приболела вы здраво валюете Олечка дай бог вам здоровья здравствуйте Елена здравствуйте бачка Константин из про какую икону говорили мне сможете эту икону отправить мне в смс честно говоря я уже упустил за какую икону я говорил это по-моему за икону никакой не говорил если мы в частной переписке которую вы мне пишите то лучше там и напомните так приснился сегодня жуткий сон мой отец умер от онкологии полтора года назад так вот снится мой отец будто ему крылья отрезали на спине а я у него спрашиваю мол болит пап он говорит что болит ну скажем так крылья это свойства скажем так которые господь дал ангелам у человеческой души нету крыльев и этот сон явно указывает как и все принципе сны которые в которых мы видим своих сродников на то что нужно помолиться о вашем папе ну а если символизм взять крылья мы видим на иконе допустим иоанна крестителя то есть это высота это значимость духовная о чем опять таки и можно сказать что не хватает значимости молитвы для вашего папы поэтому чтобы это значимую молитву пойдите в храм и вместе с баюшкой помолитесь в чине панихиды грех если так получилось что полюбила человека не моей веры любовь это конечно не грех но вы должны понимать что все индивидуально и есть определенный регулиозный конфликт скажем так который возникнет рано или поздно когда один начнет перетягивать на себя одеяло это безысходный момент он в любом случае возникнет и на фоне скажем так этого религиозного момента вы можете расстаться поэтому задумывайтесь то ли начинать дай бог что все было хорошо хочется чтобы каждый человек был счастлив рад своим земным успехам которые все таки должны сводиться к славе божьей ну вы напишите мне личку я всегда стараюсь ответить по силам и возможностям я вам отправил фото хорошо я посмотрю моя знакомая просила задать вопрос от ее имя пожалуйста когда убивают маленьких детей как же Господь такое допускает а Господь этого не допускает если мы говорим о абортах или там других деточках Господь этого не допускает Господь скажем так не лишает свободы выбора человека не Господь заставляет начинать войны не Господь заставляет бросать детей это люди которые не любят Бога не имеют страха Божьего совершают эти все беззакония Господь не лишает свободы выбора человека если бы Господь нас судил только лишь по грехам то все бы мы были уничтожены как Содом и Гоморра но Господь нас любит и каждому разбойнику дает возможность покаяться проявить благоразумие отец константин пожалуйста ответьте на вопрос почему мусульмане говорят что Иисус говорят что Иисус это Бог а они спрашивают и что им отвечать ну давайте попробуем немножко ответить они его признают как пророка но также у них есть сура то есть это такая глава по моему если не ошибаюсь о непорадочном зачатии Богородицы Мариам и они читают и они признают если они ее признают что Господь Иисус Христос наш родился от Богородицы от Мари по их наименованию и от Духа Святаго то уже одна из природы Христа не человеческая а Божественная поэтому мы и говорим что Он вочеловечился по Боже от человека родился от Божьей Матери но по природе одной из нужно это подчеркнуть что мы веруем православные христиане что в Боге сочетается две воли и две природы которые друг друга не ущемляют а идут скажем так вровень но естественно когда мы вспоминаем моление о чашах в Гессиманском саду Христа боялся он этих страданий как человек и просил Отца Свою Небесного чтобы чаша это минуло его но и так же нужно помнить что как и Богородица в свое время он сказал что пусть будет по воле Твоей это всем правил послушанием поэтому может так ответить Он и человек и Бог потому что в нем две природы еще один вопрос от другой знакомых а вы сюда приглашайте все знакомых это будет наш с вами православный подвиг подвиг не только когда мы добрословгаем а когда мы делом подтверждаем свои действия а другой знакомый у Адама и Ева было трое детей как же люди размножались выходит дети рождались от братьев и сестер было и такое но скажем так на тот момент это было биологическая безысходная составляющая которая потом со временем слава Богу исчерпала себя но есть еще одно предположение что и были еще дети девочки но я имею ввиду все равно от Адама и Ева которое не написано в священном писании но это как бы частное мнение некоторые высказывали почему потому не озвучено потому что вообще у евреев не принято было писать что-то о женщинах они женщины в священном писании очень единицы вообще особенно в ветхом завете упоминаются которые сугубо каким-то какой-то подвиг сделали для еврейского народа поэтому ну был конечно момент вот этого на тот момент скажем так кровосмешения но это биологически безысходный путь был развития рода сегодня мы конечно это с ужасом воспринимаем но на тот момент это было вот так баска скажите у моей дочери была година година все мои родственники не смогли присутствовать а я была обижена так секунду монитор потух так и надо было година я честно не знаю что такое година может быть ну позвольте предположить если она почила и вы позвали всех своих родственников и обиделись на это ну опять таки вы их пригласили на застолье ну не приехали не приехали ведь помянуть как то есть такое выражение давайте помянем сродников своих это не напиться это не стаканом помянуть это помянуть молитвой обижаться за то что они не хотят молиться это их это их выбор по сути невольник не богомольник а попросить призвать их помолиться хоть на своем месте где они географически находятся нужно поэтому обижаться на них не нужно обиды вообще судьбе да обиды у нас от гордыни доставлять доставлять никого ничего не надо огромного спасибо слава боже приглашаю до приглашаю до поздна работает я понял спасибо господи что приглашаете ведь у адама было две жены все таки или нет одна уж о Еве второй бы мы что то сто процентов знали бы поэтому у адама была одна жена я уже слышал такие прибаутки такие вообще есть апокрифические всякие вещи письмена евангелие это такие сказочные которые очень-очень позже появились всех нормальных знаете как дополнение какое то ну это серьезно воспринимать нельзя спасибо батюшка за ответы она умерла и никто не пришел ну вот вы и увидели кому на самом деле нужны в искреннем отношении любви молитвенной вы и ваша дочь помолитесь теперь о них чтобы господь их выразумел и они все таки стали больше православными нежели захожанами если помолиться все правильно ну что делать много званых мало избранных Екатерина как имя вашей дочь Ангелина царство небесное вечер покой вот мы с вами и помянули молитвы на вашу доченьку а вас подкрепи господи так батюшка скажите пожалуйста а вы деток крестите конечно любой священник крестит деток но перед этим мы проведем огласительные беседы то есть подготовительно объясняя о важности значимости таинства что нужно знать что должны знать крестные родители чтобы полностью ответственно подходили к этому так батюшка благословите на рождение седьмого малыша ого вы рекордсмены ну если муж хочет я только за я люблю деточек подкрепи вас господи ну это очень идеально понимаете я не могу сейчас благословить вас во первых я вас лично не знаю может у вас какие-то проблемы со здоровьем к примеру и вам врачи всячески запрещают больше рожать потому что опасно для вашей жизни а я сейчас вас благословлю и не дай боже это будет для вас жизненно опасно поэтому пожалуйста в этом индивидуальном моменте обратитесь к врачу ну а я конечно очень рад когда деточки рожают рождаются а если я скорую диагноз и рецепт скорую от мамы это грех да ничего не нужно никогда скрывать понимаете вот сталкиваясь себя часто с таким моментом ну к примеру давайте визуализируем есть отец у отца есть дети взрослые и вот они он плохо плохо повезли его на диагностику и выяснилось что у него онкология и вот чтобы его не расстраивать они ему не говорят это абсурд это неправильно он должен знать о своей немощи и сугубо каяться в те греха которые может быть на это повлияли готовиться готовиться к встрече с богом может быть это его отрезит и он более скажем отнесется серьезнее к своей уже вечной жизни может быть он более достойно будет нести свой крест относительно своей немощи поэтому скрывать никогда ничего не нужно мы этим не уберегаем мы делаем медвежью услугу это мое мнение скажите спасибо господи и душа помянув свои молитвы хорошо батюшка как вы расцениваете сатанизм нашей церкви которая благословляет военные действия малифика 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 путина в ассирии украины кому теперь молиться в какую церковь ходить я христианин крещеный что-то вы накрутили очень много во-первых как я отношу к сатанизму я немножко отделяю есть сатанизм нашей церкви скажем так он не может быть потому что господь сказал врата ада вернее врата рая не одолеется поэтому в церкви не должно быть и не может быть сатанизма потому что глава церкви господь то что у каждого человека есть свобода выбора делать добро или зло это не указывает на сатанизм это указывает на греховное состояние человека это первое второй момент благословляет или не благословляет церковь военные действия в сирии украине скажем так это если бы благословляла тогда мы открыто говорили молодцы что вы там воюете а мы искренне молимся и вы слышите во время богослужения во многих епархиях во многих храмах мы молимся о примирении о вразумлении о господи всех этих нечестивых людей относительно владимира владимировича поддерживает церковь церковь не поддерживает личность церковь не общается с личностью церковь общается с представителем власти сегодня владимир владимирович вчера был борис николаевич фальсизавтра будет там дмитрий анатольевич и далее и далее церковь будет общаться с тем представителем который будет представлять является лицом государства это нужно четко для себя выяснить если ко мне допустим приходит в храм глава района или глава там поселения я его рад видеть как человека как прихожанина как как минимум человек который пришел помолиться я не занимаюсь эйфорией что вы ой как хорошо что он пришел это авторитет храма я рад что он просто пришел как человек у которого есть душа и я должен молиться я владимир владимирович и о главе района чтоб господь их вразумил как правильно вести народ не в погибель а в благополучие нашей страны поэтому я не за личность я за молитвенную за молитвен призыв о тех людях которые возглавляют наши города села страну в частности ну давайте дальше много мы оставим на этом вопросе я стараюсь политики вообще не касаться мне рожать скоро рожайте бог помощь раз уж на седьмого ребенка пошли так и до футбольной команды дойдете буду рад только за вас ну если мальчик только константином назвать надо будет а если девочка только констанцией или константиной я шучу так жанна так я теперь в монастыре живу после этой потери подкрепи вас господи так так дальше дальше так расстроиться и хуже будет я думаю надо пообщаться вам с духовником который рядом который знает вас маму я думаю надо по месту ориентироваться я вас хочу спросить можно ли помянуть на день позже смерти ну давайте еще раз объясним если это помянуть застолье то вообще безразлично когда вы это будете делать церковь не поминает стаканом не поминает столами церковь поминает молитвой если мы берем сорокадневный период то лучше день день девятый сороковой день ну на край накануне почему потому что наше вечернее богослужение переходит на следующий день все что относительно после сорока дней тут уже привязки никакой нету потому что в сороковый день уже душе дается ответ ад или рай все до сорока дней очень значимо после сорока дней в любой момент как мы не помолимся это или облегчение уже адских страданий нашего сродника или уже сугубо радость сроднику наш который уже рядом с господом в раю поэтому тут значимо в течение сорока дней потом уже не столь значимо конечно в молитве но относительно плюс-минус я вот в этом говорю что незначимо плюс день плюс у них вечность уже это для нас час-два имеет значение а для них это вечность батюшка здравствуйте скажите не знаю как быть вышла замуж за татарином он не верующий я сама православная родился сын ра рамазанов рус а было тогда уже русь назвать ну вопрос то в чем ну татарин ну слава тебе господи я не националист хоть монгол тут другой момент если уже вы вышли за него замуж вы должны уважать влюбить беречь надеюсь он отвечает вам взаимностью если возникает религиозный момент просить его чтобы он не ущемлял вас в вашем вероисповедании ну а постов Павел говорит что верующая жена сверещает неверующего мужа поэтому может быть вы для него и будете тем светочем который через которого он придет в лоно православной церкви если он никакой допустим мультиманин или никакой вообще верующий так дальше можно ли его покрестить по православному можно национальность не указывает на какой-то запрет батюшка мы с супругом верующие люди но меня мучает лень а супруга гнев а так и супруг мой думает что он отпал от бога как мне супругу помочь не не понимаю как отпал он от бога если вы как говорите лентяи и немножко озлоблены значит ну давайте в гневе можно сказать тут можно порекомендовать молиться как у него же матерью умягчение злых сердец вот в ленье тут только дрын помогает или любящий муж который не дает вам спокойно жить в плане того что давай моя родная не будем как хрюшки жить будем в чистоте вместе трудиться ну а гнев это такой момент если вы любящая супруга он будет спокойно любящим мужем все все эти эмоции они сводятся на нет когда все делается по взаимопониманию взаимоподдержке так батюшка и себе так как помочь супругу начать с себя начать с себя и когда ваша лень закончится и гнев супруга закончится ну как вариант так спасибо господи Жанна я тут уже ни при чем тут уже Жанна добрый вечер добрый вечер батюшка мой брат 4 апреля сестра моя тетя до сих пор не сказала успел но умер что сам с ошибками пишу поэтому что роптать на кого до сих пор несколько говорит что она болеет надо подготовить сперва скажу что он в реанимации посмотрите посмотрите как посчитаете необходим помолитесь перед этим чтобы господь выразумил как раба раба божьего как раба божия ну если я раб божий да раб божий любящий и трепещущий все хорошо помолитесь за нас за монитор по 2 секунду за анастасию и михаилов разуми вас и укороти ваше строптиво сердце а потом скажет что его не стало не грех ли это она чувствует во время спрашивает о нем все время спрашивает о нем я всегда за правду не зря есть замечательное выражение лучше горькая правда чем сладкая ложь а ложь это всегда лукавство поэтому я всегда за правду все ясно вы очередной пропагандист кремлевский сионизм больше не интересен ты отец бог тебе судят спасибо господи я должен был тут разорвать всех в эфире сказать что все негодяи знаете вот мне жалко этого человека потому что у него же ад в душе начался на земле у меня на приходе были такие прихожане которые так называемые царебожники принесли мне как-то эскиз иконы где император николай который очень люблю уважаю в честь одной из его дочерей княжния Александра назвал свою дочь и вот они принесли мне эскиз Николая второго распятого на кресте давайте нарисуем эту икону я говорю вы с ума сошли у нас один был человек в то же самое время Господь распятый на кресте а еще и назвали искупителем всей России Николая второго он не искупитель искупитель настолько Христос а он страстотерпец зная о своих страданиях мучениях он пошел до конца вместе со своим всем святым семейством поэтому вот всякого рода православные шатания они конечно очень вызывают сопереживание и огорчение нам молиться о всех в разумлении полностью согласны нету доховника ну тогда через личку так Валентина у меня тоже нету на данный момент духовника духовнике нужно молиться чтоб Господь показал кто вам по душе и с кем вы хотите общаться относительно молитвенной поддержки обоюдной потому что духовник это не только который молится за вас вы такой счастливы это обоюдный труд очень тяжелый очень тяжелый очень тяжелый для этого не так батюшка батюшка советчика от духовника очень сильно отличаются вы не путайте я в данный момент можно сказать как батюшка советчика духовник это очень серьезные вещи так спасибо за ответ по славу Божию чтоб мама готовилась к причастию я не буду гореть я не буду готовить к причастию ваша свобода Почему не будете помойки, нашли икону Божьей Матери, принесли домой в помойки Ну, если в личку скинули, я посмотрю, что за икона, и отвечу вам Ну, получается, все, мои дорогие, вопросы на этом закончились Раз дошел я до конца Почему детей нужно крестить на 41-й день жизни? Потому что мамочка уже восстановилась физически, ну и какой-то психологически на 40-й день Поэтому мы и можем крестить Это раньше всегда так На 8-й, на 9-й день приносили детей, нарекали имя по святцам А на 40-й день крестили Сейчас, секундочку Сыночек, ты здесь? Да Иди сюда Ну, и как вам обещал, познакомлю вас с сыночком Такой, это моя кровиночка, моя любовь У меня есть еще дочь Однокровная, одноприемная по духу Почему раньше или позже? Можно и раньше, но это исключительный момент Обычно ради страха смертного крестят Можно и пораньше, но позже, по сути, и взрослыми крестят Вот, бывают разные интересные моменты Давайте я сейчас доотвечу, сыночек Вот это мой сыночек Никита Поздравуйся с этим Здравствуйте Вот с этим воином будущим мы ходили на фильм, который я вам рассказывал Тебе понравился фильм? Да Ты гордишься нашей историей? Да Пришла мама со сестрой, иди открывай дверь Это мой сыночек, моя кровиночка Так, тут что-то еще написали Так, мама уговаривает отказаться от причастия А я отказываюсь от причастия Испоедить Не нужно отказаться, надо достойно готовиться И Господь укрепляет нас Откуда это правило? Это очень... Я сейчас вам стопроцентно не отвечу Но это не мной придумало Это мнение всей церкви, скажем так Не только русско-православной Но в совокупе вся церковь По древнику есть такой, по которому мы читаем во время крещения И там именно сороковой день написано, что крестить Это, скажем так, духовно-физическая норма Дальше Батюшка, я крещена Евгений, могу ли я поменять имя Евгений на имя Анна? Не можете Во-первых, мы крестимся раз в жизни Вспомните молитву с имловерой Исповедуй единокрещение То есть одно крещение Восставление грехов Чая воскресения мертвой И жизни будущего века Аминь То есть мы раскрестились Нарекли нас именем Если это имя соответствует святому Допустим, меня Константин зовут И есть святой Константин В частности, меня крестили в честь императора Рома послан Константина Значит, я ему молюсь Часто задумываются о смене имени Чтобы меньше проблем избавить Но проблемы не от имени А проблемы от нас самих И от самих себя не убежишь Порой нужно менять жизнь А не имя А даже не жизнь А образ жизни Вот Спасибо большое Вашего сына Спасибо, Господи Здравствуй, Никита Убежала мамочка с сестрой Открыла дверь Они приехали Мир, батюшка Как же на вас приятно смотреть Сынок, лапочка Спасибо, Господи Благодарю за добрые слова Спасибо за ответы Вы единственное батюшка в онлайне Который ответил на мой вопрос Я очень рад Воистину воскресе Значит, так должно было быть Когда крестили имя Евгения Само вспыло Жанна Ну вот Я так понимаю Что Жанны и нету Святой Поэтому Евгения Если бы была Святая Жанна Вас крестили бы Жанной В католицизме Если не ошибаюсь Есть там Жанна Ну вы православный христиан Ну что, мои дорогие Час Мы с вами беседуем Час Честно говоря Не понял, что это за словом Не сильно владею английским Так Расскажите про Святую Фатиню Вкратце Вкратце не расскажу Тут надо полэфира Посвятить А мы уже, в принципе, заканчиваем Я попрошу в ближайших эфирах Чтобы кто-нибудь из батюшка Вообще я вам маленькую тайну открою У нас скоро батюшка появится Будет в эфирах Который вот именно и будет рассказывать О святых Интересные детали будет рассказывать Это вот, скажем так, его конек И вот, в частности Может быть, даже Я его попрошу Чтобы он начал С Фатинии Так что вот будет у нас Такой батюшка Зовут его Сергий Академию Вот сейчас уже заканчивает Обогнал Учился в семинарии На несколько курсов Младше Потом сразу пошел в академию А не пошел Поэтому он уже обогнал Умный, хороший батюшка Я надеюсь, он скоро подключится к нам Вот он конкретно будет За святых Жития И рассказывать Ну и гнобавший вопрос В том числе отвечать Так Какого святого Просить У какого святого Просить мужа В первую очередь У Господа Ну а так Можно у любого святого Обращаться Ну к Петру и Февроне В первую очередь Мы молимся О семейном бакополучии Или о Ну скажем так В кавычках С ужином Уроженым Так Я с вами уже почти К отлетке Делал Ну сейчас поста нет Тогда угощайте Так Ну вроде бы все Да Да Матюшки Матроны Можно Да Согласен Ну все Мои дорогие Я вас обнимаю Целую С началом вас Недели О расслабленном Желаю Такой же Вам Любви Божией Как вам Поехали К расслабленному Желаю вам здоровья Приглашайте У нас Наш проект Духовный Батюшка Лав Батюшка Любов Своих Близких Знакомых Это Наше с вами Общее делание Чтобы мы Вместе с вами Шли К Господу В любви И добродетели К нему И к нашим близким С вами был Священник Константин Мальцев Руководитель проекта Батюшка Лав Батюшка Любовь Мы говорим О любви Боге С Богом И ближним Храни вас Господь Аминь